вырваться из окружения. Как сообщают ополченцы, силовики пошли на отвлекающий маневр и начали массированный обстрел южных районов города. Один из снарядов разрушил здание автосервиса. В этот момент солдаты в аэропорту начали прорывать оборону. Защитники Донбасса пресекли эту попытку. Ополчение вновь оттеснило противников вглубь воздушного порта. Накануне Донецкий аэропорт также подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Помимо этого, под артиллерийский удар попали два жилых района города. По данным главы Донецкой народной республики, погибли около 20 человек. Закарпаттия становится новым протестным центром Украины. Там активно выступают против войны, которую Киев ведет на юго-востоке страны. Петр Порошенко был вынужден сменить главу региона. Чем именно недовольны жители Закарпаттия, расскажем прямо сейчас. Кадровые перестановки в руководстве Закарпаттия проходят на фоне всплеска недовольства национальных меньшинств. О несогласии с политикой Киева заявляют представители Магиар. Этнических венгров в регионе свыше 150 тысяч, а также русинов. Их община насчитывает 10 тысяч человек. Впервые о необходимости самоуправления для малых народов заговорили в мае. Громкое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан. Он заметил, что закарпатские венгры нуждаются в двойном гражданстве, праве общности и самоуправлении. Ситуация обострилась в конце июля, когда жители нескольких сел выступили против призыва в украинскую армию. Они перекрывали дороги и петитировали военкоматы. В дальнейшем протестные настроения только усиливались. Представители Русинов и Магиар написали петицию правительству Венгрии с просьбой защитить их от украинских властей. А на прошлой неделе в Будапеште состоялся конгресс представителей Всемирного совета венгров и Всемирного совета подкарпатских русинов, участники которого потребовали от Европарламента и Киева признать итоги референдума 1991 года, когда 80% жителей области проголосовали за широкую автономию. Лидеры этнических общин заверяют, что эти требования они готовы воплотить в жизнь и без оглядки на Киев. Александр Ильин, Life News. Как сообщают ополченцы, силовики пошли на отвлекающий маневр и начали массированный обстрел южных районов города. Один из снарядов разрушил здание автосервиса. В этот момент солдаты в аэропорту начали прорывать оборону. Защитники Донбасса пресекли эту попытку. Ополчение вновь оттеснило противников вглубь воздушного порта. Накануне Донецкий аэропорт также подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Помимо этого, под артиллерийский удар попали два жилых района города. По данным главы Донецкой Народной Республики, погибли около 20 человек. Закарпаттия становится новым протестным центром Украины. Там активно выступают против войны, которую Киев ведет на юго-востоке страны. Петр Порошенко был вынужден сменить главу региона. Чем именно недовольны жители Закарпаттия, расскажем прямо сейчас. Кадровые перестановки в руководстве Закарпаттия проходят на фоне всплеска недовольства национальных меньшинств. О несогласии с политикой Киева заявляют представители Магиар. Этнических венгров в регионе свыше 150 тысяч, а также русинов. Их община насчитывает 10 тысяч человек. Впервые о необходимости самоуправления для малых народов заговорили в мае. Громкое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан. Он заметил, что закарпатские венгры нуждаются в двойном гражданстве, праве общности и самоуправлении.